Аминуй нас, верующий на себя веки мира. Это первая рождественская служба в 21 веке. В 88 лет в этом здании не звучали молитвы. Та самая католическая церковь на Ленинском проспекте, которая стала жертвой репрессий. Ее закрыли в 1931 году. Спустя 5 лет костел перестроили под аптеку. Еще неделю назад здесь продавали лекарства. Еще стоит запах медикаментов. Теперь сюда приходят лечить не тело, а душу. Мы католические церковь, поэтому сегодня очень довольны. Всегда мы ходили на матросов. Я думаю, это очень хороший подарок Господь дал нас. В Барнауле живет несколько тысяч католиков. Среди них много итальянцев, немцев, поляков, армян, много русских. 28 лет назад католическая община начала бороться за костел. Здание не хотели возвращать в церкви. Барнаульцы уже привыкли, что здесь расположена аптека. После многочисленных судов с краевыми властями аптеку все-таки подвинули на 30 метров. В соседнее здание на Ленина 42. Ну, наверное, надо возобновлять историю. Я не знаю, может это и правильно. Я как бы не против религии, там что-то такого, хоть я и атеист. Как бы пусть стоит, кому она мешает. Аптеки так много. Сейчас католикам предстоит глобальная реконструкция. Вместе с историками-архитекторами они будут восстанавливать первоначальный вид костела. Работы начнутся летом 2020 года. Будет иметь такой исторический облик, какой был в 1913 году. Мы уничтожим все, можно сказать, до стен. Снимем второй этаж, потому что его не было. И вернем облик такой, какой был раньше. Это был неоготик. То, что здание аптеки вернули католикам за неделю до Рождества, прихожане считают огромным подарком для верующих. Ну а кто-то настоящим чудом, ведь здание наконец-то вернуло свой смысл и историю. Ирина Корчегина, Илья Халяпин. День с толком.